я не буду читать лекцию сегодня это не лекция это просто разговор вот знаете когда человека вот так вот человек уходит из земной жизни а потом начинается вот это вот все да вот памятники там юбилеи вот красивые речи и человек из нормального живого человека превращается в что такое вот такой тыщ и все и на нем вот это бронза на нем все твердая и негибкая я не открою америку если скажу что так бывает вы знаете очень много имен авторов которых произно которые произносят с высоких трибун там печатают большими буквами да но при этом их не читают это к сожалению судьба всякого человека который достиг большой вершины вершину смотрят решение радуются говорят как классно подняться на нее но понимаешь что не поднимешься ну хотя бы до произносить имя вершины я хочу сегодня с вами просто поговорить поговорить про то что отзывается ли не отзывается в ваших сердцах в ваших душах извините за такую олдскуль ную лексику да вот в ваших душах когда вы возможно открываете книги на которых стоит имя прекрасного автора вот этого автора про которого вам уже рассказывали мы с моей подругой разговаривали насчет вот того памятника который стоит ну вы знаете да на киевской как вам его восприятие как вы на него смотрите вам нравится не нравится говорите смысле а ладно но памятник еду мимо холодно серьезно а кому нравится никому но на мой взгляд тоже памятники и жили себя как вид искусства то что в современном укладе общества у нас нет времени остановиться и посмотреть на него так у вас нет времени или памятник сам по себе не никудышное дело интересно но как жанр они устарели и нужен какой-то другой взгляд как изменить что-то поменять чтобы она цепляла взгляд по-новому понятно вернемся к памятнику конкретному памятнику атьмату который стоит на киевской в пересечении с вот этим сквером большим до с площадью что не так что так что хорошо что плохо если вы молчите я скажу что моя подруга сказала она посмотрела и сказала елки но ведь это же великий писатель что он как на фэшн тиви да вот так да с пиджачком то типа вот сейчас дан вот это очень грубо конечно сказано но что-то в этом есть а другой я подумала господи ну а может быть и правда это хорошо да что человек вот просто вышел погулять и сделали из него вот такую памятную фигуру пусть он просто вышел как обычный человек он не стоит не там вещает кому-то а он просто живет ну вот поэтому я выбрала вот эту фотографию где он просто с пиолой да и где ему так же как нам наверное приятно от того что есть тепло есть вот этот чудесный чай есть круг людей которым он доверяет и не скажем сядешь пить чай кстати водку можно выпить с незнакомым человеком а вот часть незнакомым так просто нибудь не будешь пить вот и я подумала сейчас действительно вообще просто в принципе люди напрягаются когда много букв да ну много букв обычно это для социальных сетей там действительно нельзя много букв даже когда толстая книга вот такая вот вот такая вот книга да ну так посмотришь ухтышь а сколько вы кстати читаете сколько вам нужно чтобы прочитать книжку в 500 страниц неделя в день сколько можете прочитать художественный текст не научный захватила например захватила дня 4 500 страниц готовы да да но если я вас прошу что вы читаете сейчас то давайте не будем вот шарки вот сейчас и говори что вот вы только и матовой читаете да назовите по-честному книгу которую сейчас читаете просто мне нужно пожалуйста вячеслав прах кофейня на берегу океана кофейня на берегу океана артур голден мемуары гейши мемуары гейши хорошо следующий это не фильм эту книжку читают бальза 30-летняя женщина 30-летняя женщина бальзак ухты попала молодец спасибо толкин сельмариллион супер толстая книжка и главное начало еще есть так говорил саратустра саратустра от фридриха ницше последняя прочитана это тургенев дым дым понравился ухты интересно да обычно там ася вишневоды а тут дым ну вот смотрите если вы берете какую-то такую вот книгу из тех что вы назвали да вы их быстро читаете вы быстро в них входите потому что книга тоже просит чтобы в нее вошли как-то ну и приняли ее то от матова есть разные книги и они об очень разном я думала о том у меня были вопросы когда я перебирала вот его тексты в своей памяти и думала о чем я могу поговорить с вами я поняла что есть вещи которые от матов которых он не успел рассказать ну просто потому что человеческий век таков и есть вещи которые появились просто после того как он ушел от нас скажите пожалуйста можете вы назвать такую тему вы читали все таки от матова да такая такую тему в его текстах которая вас трогает больше всего просто тему взаимоотношения людей и природы люди природа можно человек именно такой человек оков он есть без рамок традиций и идеологических каких-либо рамок просто душа человеческая просто душа человеческая человека природы душа человеческая еще хотя бы еще один нужен тема манкуртизма тема манкуртизма хорошо то есть без памятства до людей которые утратили связь со своим прошлым со своим родным совсем родным еще есть какие-то духовная связь имеется ввиду человека например ну вот дорога той матери них а с природой да с природой с ребенка хорошо вот смотрите получается что у айтматова есть несколько но я бы выделила три главные темы да первая тема это тема такая социальная никто из вас не назвал из тех кто ответили может быть у кого-то есть голове вот тема социальной несправедливости и это есть в любом его тексте мы знаем его положительных персонажей отрицательных они там очень явны вторая тема это природа и человек и третья тема это то что касается действительно духовных связей между людьми или я бы называла это просто вечные проблемы любовь и ненависть верность предательство обретение потеря отношения между родными людьми люди и традиции да это то что будет всегда и я заметила такую штуку просто за собой я очень хочу перечитывать его вещи знаете такие не очень большие я очень люблю джамилю да кто любит еще просто поднимите руки и и все вообще трудно не любить да я очень люблю первого учителя есть такие есть да я очень очень люблю белый пароход мне даже больше нравится другое да поднимите руки супер да а помните второе название этого текста да у него там скобочках есть после сказки смотрите какое название дал вот такой вот она с одной стороны конечно страшная да как сказка кончилась помните чем кончилась сказка чем кончился левой проход многие думают что он превратился в рыбу и уплыл на свой к своему пароходу но мне показалось когда я прочитал это произведение что этот мальчик утонул что он пошел что он был так огорчен тем что увидел смерть и пошел умирать умирать ну да но там можно понимать и так и так нету выбора или или да и ты не обязательно ты не обязан принять одну или вторую точку зрения как кончился этот текст а ты должен ну как не должен это просто закон художественного восприятия там есть и то и другое мальчику кажется что он стал рыбой на самом деле он конечно тонет уплывает в этом ручье к прекрасному озеру где ходит прекрасный белый пароход на котором прекрасный папа ждет прекрасного мальчика вот этот текст очень очень трогательный хотя он самый наверное страшный из всех которые написал айтматов вот вот эти эти тексты мне кажется самыми самыми живыми самыми трепетными самыми трогательными мне кажется я хочу сейчас как это выступить как с пророчеством мне кажется что они будут жить дольше чем все остальные самые толстые самые классные тексты то у них прекрасная судьба наверное будет но так бывает так бывает то что на больше всего содержит в себе такой знаете живой жизни вне идеологических конструкций вне каких-то философских таких вот строгих соображений а просто там просто пульсирует жизнь да какой то как в этой песне и и ты понимаешь ну все ну все ты тебя этот текст уже взял целиком и он не отпустит и в общем и ты с ним больше встречаться не раз сейчас я хочу проделать одну такую штуку я вижу что вы уже читали многое читали я хочу вам задать несколько вопросов а потом посмотрим с вами картиночки а потом послушаем может быть еще что-нибудь скажите пожалуйста вы помните у айтматова есть текст который в котором есть имя дочери троянского царя как звали эту дочь и как называется этот текст поднимайте просто руку до кассандра что это значит можете объяснить само слово кассандра имя кассандра и название этого текста о чем он не помню кто может помочь это был первый текст айтматова который в котором он попробовал себя в новом художественном жанре в каком именно это фантастика если тавро если кассандра а кассандра было кто кто была эта троянская дева которая стояла у ворот трое говорила не трогайте этого коня кассандра пророчится которая отказала аполлону в любви это миф греческий миф и он и он оказал тем что люди никогда не будут слушаться твоих пророчеств они будут поступать ровно наоборот таким образом пала троя потому что троянцы втащили вот этого коня помните да а в ней была целая армия хитроумного одиссея и в общем все там было грустно вот а тавро кассандры тавро это это что тавро где ставят что такое вообще люди а у проснитесь тавро клеймо клеймо до клеймят лошадей а это чудо а сюда стая ну да вот преступникам в россии но не только в россии в европе еще раньше доставили просто на лоб клеймо цвете выжигали до железом это так вот все поэтому клеймёный до говорили есть даже фамилии такие от этого образован короче женщина которая может родить ну гипотетически гитлера получает об этом весть таким образом что у нее на лбу проступает клеймо и она должна решить добро она должна решить что делать или избавиться от этого ребенка и все-таки родить его невзирая ни на что и воспитать да то есть проблема в том что проблема очень тонкая человек рождается уже уже рождается гитлером или он все-таки воспитывается как гитлер до его окружение и обстоятельства жизни они делают из него такое чудовище или или наоборот ангела там не знаю милосердного человека доброго человека это большая проблема и вот видите да вообще от матов для меня большой романтик человек вообще не знаю таких уже нет да он так верил в людей он так верил в то что люди будут не знаю трепетно относиться друг другу к природе к своей душе что они не не позволят разрушить этот мир до что не будет вот этот мальчик нырять в реку и плыть там в общем умирая в ней в надежде встретить своего отца вот он большой романтик и все его вещи они вот таким романтизмом пропитаны даже последний текст последний роман который написал он это когда падают города помните там есть такое не помню кто произносит эту фразу какой-то из героев по моему заходит в какой-то западной стране извините в туалет да а в туалет играет музыка там какой-нибудь моцарт да и он думает это падение нравов это уже все до моцарт который звучит в туалете это цивилизация рухнула до моцарт писал не для телефонов не для туалетов он писал высокую музыку ну вот это очень романтический взгляд на 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 вот эти отношения между высокой культурой и ну просто так рынком да просто рынок все равно будет что-то хапать оттуда из высокой культуры всегда но это не значит что эта культура не будет существовать я к этому отношусь спокойно не вздрагиваю когда моцарт играет а после этого до моцарту от этого знаете на том свете вот правда ему абсолютно все равно все зависит от того знаем ли мы мод слышим ли мы моцарта читаем ли мы эти книги представьте что моцарт написал бы до нотами своей прекрасной там 40 симфонию до которая вот напевает у кого-то в сутки вот а потом бы раз и не сыграл никто и она бы лежала вот так до тех пор пока книга не открыта она просто бумага просто бумага с какими-то значками да и все ну там клей есть ну какая-то пластик не более того поэтому здорово если если вы просто открываете книгу тогда она начинается книга начинается когда вы открываете скажите пожалуйста все вы знаете кто такие манкурты да вообще слова которая получила глобальное значение да это такие люди которые рабы которые забыли свое прошлое и в целом участки мозга поражены волосяным покровом ну да они искусственно лишены памяти да а помните вы как звали над по-настоящему этого манкурта как его звали вообще манкурта было джо ломан ой молодец а что кричала мать не стреляй в меня джо ломан то я мать твоя молодец да а донин бай это кто это что помните что что это легенда действительно о человеке забывшим свое имя до человеке который потерял себя до человек без личности человек 0 человек такая оболочка до абсолютная оболочка у одного немецкого писателя гюстава майоринка он жил в москву он жил в германии чтоб не ошибиться в начале 19 начале 20 века у него есть книга которая называется голем никто не читал готику любите вот майоринка обязательно нужно читать если вы любите готические тексты у него есть этот рассказ о големе но это правда еще и просто древнееврейская легенда о том что бог создал человека он вылепил его из глины да голем тоже был из глины да по адам кстати красная глина значит да и чего он забыл сделать не забыла мог не забывает он просто не успел это вот существо она просто вырвалась и побежала стой души то нет да ладно отвали я уже живой и все и побежал он побежал и от него одни несчастья в жизни вот смотрите айдматов выходит на такие высокие вещи да на такие общечеловеческие понятия и делает их такими ну какими-то очень-очень-очень-очень ясными для многих людей если голем ну вот я сказал голем не все до среагировали на манкурта среагировали все потому что он ну как бы более живой он он из плоти крови он человек уже должен быть человека вот а его вот как-то нет а помните вот матова есть еще такие два персонажа одного зовут акбара а другого зовут ташчанар кто они акбара это волчица да который вот а ташчанар ташчанар это это тоже вот половину половинка да волк да волк отбара волчица ташчанар волк и у них появляется потомство да волчата да и это персонажи из да ну отрывок а можно читать всю книжку да целиком вот смотрите почему у него так много всяких животных его текстах волки еще кто олень или точнее кто мать олениха мать олениха она откуда отлично еще 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 есть рассказ про мальчика его зовут кириск ну-ка 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 вспомните лодка нифхи ну-ка 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 лодка нифхи пес бегущий край моря да и там есть рыба мать рыба да но русалки то они хитрые они себе так вот женихов да так вот раз утопит какого-нибудь симпатичного и все а а это мать рыба которая дарит жизнь до которая спасает которая охраняет которая заботится есть еще прощай гульсары там да и гульсары это не девушка и не парень а это совсем даже лошадь и матово так так много животных ну поешь он любил их просто потому что был он учился да где он учился ну где учился сельскохозяйственном институте да и он знал про них наверное больше чем обычный человек не просто любил он знал давайте теперь подумаем а если уйти от плоского такого выражения он был озабочен экологическими проблемами да ну как-то это плоско звучит да ну так по газетному вообще не интересно не скучно а давайте подумаем а что вообще связывает нас с этим миром вот волков рыб тараканов мы все живые мы часть одной экосистемы отлично звучит такая система убедил при этом люди загрязняют природу по всякому животные этого не делают и здесь можно сказать некое противопоставление людей животных не то что животные в некотором роде лучше чем люди мы зависим от них мы зависим от них отлично также если брать рассказ плаху то там четко показано то что человек по сути по своей природе далеко не хищник он падальщик и данная мысль была подана очень философски а вот смотрите у при природа это что-то что очень мы отличаемся вообще от всяких там рыб животных птиц у нас есть мозг ну в смысле не только спиной да вот мы в нее едим еще иногда и соображаем вот у людей есть способность к абстрактным структурам до создавать абстрактным до абстрактные структуры абстрактное мышление это то чего не знают пчелы они просто лепят свои эти шестиугольнички да и живут прекрасно муравьи дельфины говорят там общаются но никто из них не создал ни одной абстрактной системы человек это умеет человек умеет это делать и воплощать в какие-то ну здания да даже очень причудливые вроде гауди его этих вот соборов да с витиеватыми конструкциями но человек способен создавать ментальные конструкции с помощью ментальных конструкции уничтожать себе подобных и природу вокруг да так рождаются идеологии революции не знаю партии да так рождать человеческий мир так так работает политика так работают увы отношения в человеческом обществе в этом самая большая драма